Диссертация защищены, а следовательно и для того, чтобы они были так написаны, чтобы они были успешно защищены. Лучше об этом подумать не тогда, когда она есть. Потому что есть, потом начинаешь определять, а есть там новизна, и получается, что что-то и правильно все написано, и все хорошо, и интересно, но вот нет как раз этого фактора. А если этого фактора нет, диссертация не может не только защищаться, но и рассматриваться. Значит, кто будет делать такие рассмотрения, заявления? Во-первых, значит, у вас будет два оппонента. Как правило, это на кандидатскую диссертацию один доктор наука, один, может быть, кандидат. Ну, может быть, и два доктора наука, это не запрещено. Ну, и что требуется от... Есть определенные нормы к написанию отзывов официальных оппонентов. Ну, и первое, что требуется от официального оппонента определить, есть ли новизна. Вот официальный оппонент, если вы укажете, что новизны нет, ну и вот, собственно, и все. Дальше, значит, другой официальный оппонент, то же самое. Теперь, у вас должна быть ведущая организация. Такое название интересное, оно, в общем-то, никуда вас не ведет, потому что с ведущей организацией вы начинаете знакомиться, в общем, тогда, когда у вас работа уже есть. Ну, и ваши научные руководители, соответственно, институты, организации, старшие товарищи научные и педагогические ищут, кто бы мог, так сказать, из имеющих связи, научные связи, имеющие деятельность в этой области, кто бы мог сделать соответствующее заключение по диссертации. И это должно быть сделано так, что это кафедра. Раньше это было, ну, как всегда, все у нас меняется в бумагах и в планах. Раньше это, значит, было как бы решение кафедры, подписывал следующий кафедрой ведущий. Вот кафедра считает, что ваша диссертация достойна защиты и так далее. Сейчас указывается кафедра и человек, и за кафедрой подписывает, и человек, который непосредственно рецензировал. Вот, скажем, если я рецензировал вашу работу, будучи там, на ведущей, но это должно быть, скажем, наша не одна кафедра из университета не может выступать для вас в качестве ведущей. Это обязательно должно быть другое юридическое лицо и другое научное учреждение или учебное заведение, которое дает такой отзыв. Вот уже, это они все должны определить у вас новизну. То есть, кроме того, что вы, значит, напишите и с вами сформулируете, и потом вот это к этим вашим формулировкам будут прикапываться, по крайней мере. Это будем считать так, хоть и называются оппоненты, но, наверное, вы понимаете, что оппоненты это кто такие? Это обычно друзья научные. И ведущие организации туда направляют, чтобы вас не утопили. То есть, если я вас научный руководитель, я же не отправлю вас, не буду договариваться с тем, кто, значит, вам даст волчий билет. Но, вот что касается ученого совета, ну, вот попало, ну, во-первых, вы печатаете автореферат. Автореферат, опять там, если ваша диссертация, считается, что вот люди читают, вы должны ее тут, значит, вывесить, вы должны ее в библиотеку сдать и так далее, и прям бросятся все читать вашу диссертацию. Ну, я думаю, что вы так, если реально посмотрите на это дело, никто, особенно вашу диссертацию, это такая редкость, это если у вас есть какая-то скандальная известность, и за вами внимательно следят, и ждут, когда вы только сунете туда диссертацию, как только она им в руки попадет, они будут строчить на нее отрицательные отзывы. Я вот через это проходил, у меня была такая ситуация, когда я защищал сначала по политэкономии, там была большая борьба между теми, кто, значит, за непосредственно общественный характер производства и товарностью, и каждого отстреливали. Не важно кто, не важно какая фамилия, важно какую позицию занимает, поэтому стоило, так сказать, вывесить и поднять, так начинаются отзывы. Например, мы предполагали, что мне напишут несколько десятков отзывов отрицательных на автореферат, ну и, соответственно, значит, ну понятно, как это на практике бывает, научные руководители и коллеги, так сказать, соратники, что они делают? Они обращаются, соответственно, к товарищам, ученым, которые из самых разных городов, мест и так далее, чтобы они прислали положительный автореферат. Вот, например, на мою кандидатскую пришел один отзыв за подписью «Циферблат». Здравствуйте, присаживайтесь, вот лучше садитесь сюда. Я думал, что за шутка такая? Паша, давайте, пожалуйста, вот проходите сюда. Подпись «Циферблат» думаю, надо же, мало того, что критикуют, еще и шуточки такие. Но хорошее, положительное отзыв положительный, написано «Циферблат». А потом я пошел к профессору Смирнову, который говорит, «Так это я организовал, я договорился, чтобы он вам дал отзыв». Это из сельхоз университета. Оказывается, это и есть такой человек, но фамилия «Циферблат». Ну что ты будешь делать? А больше никто не интересовал. А вот на докторскую я получил, ну, я даже не знаю сколько, ну, несколько десятков отрицательных отзывов, ну, ввиду предполагаемого прибытия такого количества, ну, больше пятидесяти отзывов было, значит, положительных. В том числе все четыре заместителя директора Института экономики Академии Новок СССР, так и солидные. Потом, после этого, значит, прибывает, после защиты, прибыла еще диссертация, отзыв от Гаврила Харитоновича Попова, мэра Москвы, вот, который занимался управлением, он из МГУ и так далее. Вот, правда, не он инициатор, а был такой краснопояс, то есть, так чтобы вы понимали, что не так вот, бруди, вы что-то написали и будут люди писать отзывы, да такого не бывает. Ну, вот этот товарищ Краснопояс пошел к этому самому, подготовил отзыв на автореферацию, пошел к этому товарищу Попову, однофамильцу, подписал, и ко мне пришел отзыв положительный на второй день после защиты. Это такое вот, если люди не хотят давать положительный, не хотят давать отрицательный, они могут сделать так, что вот мы вам отзыв дали, ну, почта, сами знаете, почта, почта, все может быть. То есть, надо различать. Одно дело, вы пишете статью, вот написали, опубликовали, и все. И там хотите ее считайте в римце, ходите в скопусе, хотите где хотите, а вот там вы ее опубликовали, и она навсегда. Поэтому, несмотря на все эти вот новации, которые есть, если вы занимаетесь научным исследованием, и у вас есть что сказать, вы считаете, что будет у вас там защищено, не будет там раньше, позже. Ну, вообще, вот первое дело, если вы аспирант, конечно, нужно опубликовать свой результат. Но, как вы понимаете, вот слежение за тем, чтобы у вас была новизна, это вот одно из, так сказать, первых требований. И по этому требованию, если нужно кого-то закопать, то закапывают по этому. Потому что по любому другому вопросу можно сказать, а это другая точка зрения. Вы можете сказать, или другие могут сказать, точка зрения вашего устарела, или вы не учили вот этого. А если нет новизны, все. То есть, у вас очень хороший материал, но нет новизны. А раз нет новизны, то мы вас благодарим за очень хороший материал. А диссертация к этому не имеет никакого отношения. Ну, вот этим объясняется то, что мы это поставили специально на рассмотрение, и мы с вами поиграем в том, что вы будете защищать. Ну, а я буду олицетворять всяких разных людей, которые хотят вас утопить. Да? Потому что, ну, а как тренироваться? Ну, как боксеры тренируются? Подбирать себе какой-нибудь спарринг-партнер, но не такого слабого, чтобы он тебе как комар. Ну, такой, который может так сказать. Сразу накалут. Ну, не сразу, но, по крайней мере, серьезно. Нокаута тут не может быть, как вы понимаете. Тут вообще-то умственные баталии. Это дело в этом смысле совсем другое дело. Поэтому, значит, люди в очках как раз их ведут. Я тоже всю жизнь проходил в очках, а когда уже стали вот такие рекламные буквы, я решил, что мне для этого очки не нужны. И некоторые мои коллеги, у них стало падать зрение. А у меня нет то, что без очков тренируешься все время, а в очках ты подстраиваешься под ухудшение. Ну, так что я тоже всю жизнь был очкарик, так сказать. И я лицетворял, так сказать, электуалов в очках, которые так занимаются защитными книжками и прочим. Так, ну вот, это некоторое предисловие, чтобы, так сказать, мы понимали, ну, вы и так понимаете, что это очень важно. Ну, и поэтому мы, так сказать, будем рассматривать критически. То есть, вот моя задача, это, так сказать, придраться максимально к тому, там, чего можно придраться. А ваша задача, так, так сказать, выступить и сказать, чтобы никто не оспаривал, вот, что это вот. Я вот уже сразу вижу, у вас там анонимка у вас лежит. Да, не подписано. А? Это не я, это анонимка, абсолютно. Вот я вижу, анонимка, фамилии вашей нету. Это не ваш текст вашего выступления, да? Нет, это мой. А? Мой-мой. Как доказательство, я считаю, что мой. Вот, а сейчас все очень просто. Все вбивает сначала в Google. Если не находится такого же, значит, это ваш. А если нашлось, значит, у кого-то взяли. Все очень просто. Нет, если не находится, то это значит, значит, ничей. В чём ваш-то? Ну, иногда выбивается в Google, ничего не нашлось. Значит, это вообще не ваше, и вообще вы можете выбросить. Да. Ну, а как? Вот, вот, и должна быть. Вот, а сверху бывает надпись. Вы отличаете надпись и подпись? Надпись, то есть здесь авторство. Да, у вас ведь там какое-то заглавие есть. Вот что это такое за бумага у вас? Ну, тут краски, я называл так. Моя тема дизертация, новизна, тема моя дизертация. И тема дизертация, новизна, моя тема. Нет, новизна темы у нас не рассматривается. Мы рассматриваем новизна, проделанной вами науше-сердской работы. Это для утверждения темы такой документ нужен. А мы рассматриваем сегодня, что вы вот выступаете с дизертацией. Ну, как бы. Ну, и вот вы провели исследование. Вы новое добыли что-нибудь для науки? Я думаю, что да. Мы вам дали новую тему. Ну, как бы, темы-то дают. Мы темы вам дали новую, мы не спорим. А вы что новое сделали по этой теме? Поэтому название. Значит, еще раз. Значит, есть, так сказать, движение научное. Никто не спрашивает, кто был там, скажем, был ли доктором наук или кандидатом наук Лейбниц. Или, скажем, Энгельск был кандидатом наук? Не был. Не был. Маркс был как бы доктором считался, но это такой доктор, как на Западе. Доктор, как наш кандидат. Да, вот он сравнил две философские системы, Демокрита и Эпикура. Ну, сравнил. Это новость. Сравнить две. Ленин был кандидат наук? Нет. То есть, это вот в науке не обязательно. Ну, Энгельс – это большой учебный, но точно не кандидат, не доктор, никто. А мы с вами, так сказать, ну, у нас и требования такие формальные, и учебный курс этому посвящен. И вы в статусе, вы же не просто так молодой человек, вы не молодой человек, вы аспирант. Аспирант – это человек, это кто такой? Это кандидат наук в становление. То есть, формально, можно даже поскорее, я могу закончить аспирантуру, получить бумажку. Ну, это вы получите бумажку, но вы, строго говоря, так сказать, не соответствуете тогда тому, ради чего вы, так сказать, были в аспирантуре. Хотя сейчас хотят сделать некой нормой, это просто вот форма еще чего-то поучить. Так можно учить всю жизнь. И будешь всегда поглощать знания, и никогда не сделаешь ничего нового в науке. А новое в науке проверяется. То, что вы придете в науку, вот если вы приносите что-то новое, новое вырождается в большинстве голов или в меньшинстве? В меньшинстве. В меньшинстве. А поэтому те люди, которые будут сидеть в учебном совете, они так вот как будут принимать это новое, которое противоречит тому, что они? Штыки. Штыки. Поэтому как вот добиться того, чтобы они при этом… Чтобы все было красиво оформлено, но ничего не было нового. Нет, новое должно быть. Но это новое должно, ваше должно быть, но оно как бы уже отстоялось. То есть уже его трудно выкинуть. Почему требуется публикации? Что у вас там… Ну вот есть минимум публикации, допустим, две. У меня было тоже две. У вас сколько публикаций? Пока две, а дорого три. Ну вот две должно быть три. А у нас не было никакого правила, когда мы защищали. Можно одно. У меня было две. Как бы в два раза больше, но меньше, чем у вас требуется. Но если есть публикации, их уже не закроешь, так сказать. То есть вот я могу вам дать, могу не дать, если я член Совета, а все равно уже опубликовали. Проберевнула. Нет, не проберевнула, она к народу, она вышла в свет. Это вот с этим… Его не закроешь уже. Так вам можно сказать, грунтовый молодой человек говорит, и все. Вы кто такой? Вы никто. Вы не кандидат, не доктор, а я доктор, профессор. И все. И молчитесь, идите в углу. А если вы опубликовали? Извините, пожалуйста. Опубликовали вы равных. Мало ли там, кто кандидат. Это не имеет никакого значения для публики. Никакого. Потому что это все потом в истории, она расставит на свои места, выкинет этих профессоров, докторов, а вас поставят на пьедестал. Как, скажем, вот есть такой ученый-математик Гло. Его, надо сказать, приговорили к смертной казни. Нет, на дуэли он был. А? На дуэли был расстрелян. Ну, на дуэли был расстрелян. Но у него было время до утра. И он, значит, до утра несколько теорем таких сделал, которые сделали навечно здесь. Вписали его в историю математики. Конечно, он не кандидат, не индуктор, но таких кандидатов очень много. А вот Гло один. Вот. Поэтому, вот уже сам я сказал, что буду придираться. Значит, это вы хотите доказать, что у вас новая диссертация? Да, хорошая у вас кафедра, хороший у вас институт. Вот он вам дал такую новую тему, еще никем не разработан. И так вы ее и не разработали. По мере своих сил я работал. А? По мере своих сил, да. Если я уже буду защитить этот текст. Если по мере своих сил, то вы, значит, уже допускаете, что вы силы все истратили впустую, ничего не добыли. То есть, вы что должны доказать? Вы мне должны принести, если вы золото добытчик, вы должны сюда самородок принести или песок насыпать. Или в мешочке. А вы мне рассказываете, я по мере своих сил. Вот. Приходит товарищ, принес самородок. А вы приходите пустой. Говорит, я был на приисках, мы там, у нас драга, мы там копали, испортили столько леса в Сибири и так далее. Много-много сделали. Так, говорю, где золото? А вы говорите, по мере своих сил. Ну, что вы по мере своих сил? Ничего. Самородок уже засветит, глаза участников совет, они скажут, ужасно, унесите это отсюда. Оно слишком хорошо. Молодой человек, нет самородка, нет защиты. Самородок будет фальшивым. То есть, во время как светит, но ничего нету. Тогда всем скажут, окей, ты молодец. Спасибо вам за то, что вы нас развлекли. Голосовать-то мы будем? Раз. Во-вторых, тайна. Тайна. Значит, была, я хочу сказать насчет тайного голосования, это еще один прикол. В этих делах защитных, и не только защитных, а когда идут люди на должность, голосуют. И я вот как был молодым ассистентом, под это дело попал. Первый раз я был член совета, кандидат наук, но ассистент. И, так сказать, голосовали за то, чтобы меня в должности ассистента оставить. Всего-навсего. Ну, значит, проголосовали. И один голос только за. Превышает число тех, которые против. Ну, тайное же голосование. Все про тебя говорят, молодец, там, то-что, потом открывай. Меня спрашивают, а ты как голосовал? Коллеги, которые за меня голосовали. Ну, я говорю, я воздержался. Говорит, дурак. Дурак воздержался, еле-еле тебя, говорит, вот провели. А есть и другая история про тайное голосование. Значит, вот все выступают, 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 рассказывают, как вы хорошие. Все выступили. Все выставили голосование, один за. И все к нему подходят, потом говорят, это я за тебя голосовал. Ну, он все, пролетел. И каждый подошел. Я за тебя голосовал, я за тебя. Так смотрит на всех злобный и говорит, сволочи, это я за тебя голосовал. Вот, ну, это присказка. Значит, вы отвечать должны на вопрос о том, что новое вы сделали, а не что у вас новая диссертация. Новая диссертация нам в заслугу. Мы утвердили вашу диссертацию. Мы. Скажите нам спасибо. А вам за что спасибо? А вы ничего не сделали по этой диссертации? Или что сделали? Так давайте, рассказывайте. У вас там есть текст? В этом тексте подчеркните, что вы сделали, а не то, что новое в теме. А тема новая. А что вы-то сделали? А можете не подчеркивать? Давайте рассказывайте, что у вас есть новое. Рассказывайте. Рассказывайте. Хорошо. А что вы не знаете, молодой человек? Чего вы по бумаге? Нет, я не запрещаю вам читать бумагу. Ну, неужели у вас так много нового, что не запомнили? Это вообще, наверное, или ваше, это или не ваше. Если это ваше, я так понимаю, вы понимаете, как должно выглядеть? Если это мое, вот я, так сказать, выстрадал, вынес, и смотрю и читаю. Это вы ему написали? Как докажете, что вы? Да при мне вы подписывали, и он вам напечатал. Не надо рассказывать. Это вообще то, что вы читаете, неубедительно. Вообще, надо сказать, что вот это вот нынешняя манера, читают люди, студенты, или на защите читают. Но что вы читаете, как Брежних? Ну, смотрите, артисты, если в оперу он все это поет, никогда не по бумаге. Нет, у них там есть человек, который, если что, запнется, может и подсказать. Но вообще-то они, скажем, люди, драматические артисты. И что, вы хуже артистов, что ли? Вы ученые. Проблема. Я сейчас сначала сразу хочу говорить так, мне скажут, это экспромт, что ли? Нет, никакой проблем. Посмотрите, лучше, что вы тоже написали, вы уже говорите сами. Нет, никакой проблем. Это вы, ваше научное достижение. Вы не знаете сами, не верите в свое научное достижение. Вам нечего сказать. Вы должны доказывать, бороться за это дело. Четко, ясно, красиво формулировать, глядя в глаза. А вы прячете свои глаза, потому что это не вы сделали. А он, вы у него украли? Ну, пытался. Ну, судя по тому, как что вы не можете сказать, что у вас нового. Я спрашиваю у вас. Вот я член совета. Вот здесь я не член совета, я был член совета докторского на факультете социологии. И вот он здесь приходит. Ну, три года отсидел, малоинтересное занятие, тем более, и бесплатное туда ходишь, время теряешь. Это надо поехать целый день. Вот. А, так сказать, и я вот наблюдал за картиной, все ходит и ходит. Ну, там единственное развлечение, вот, поспрашивать этих самых диссертантов. Так что вы, давайте, в чем новое, что новое у вас? Читать не надо. Я не проверяю, умеете ли вы читать. Нет, если хотите, читайте, пожалуйста. Но я вообще считаю, что вы читать умеете. Поэтому, хотите, я зачитаю. Вот сейчас вот вы будете читать, я буду читать, у меня получится лучше. Верю. Давайте сейчас продемонстрируем. Давайте один, первое предложение прочитайте, потом я. Я читаю первое, да? Да, вы первое предложение, а потом я первое предложение. Понятие политической теологии занимает, как и не самое заметное, но почетное место в современной политической философии. Поняли, да? Понятие политическая теология занимает, хотя и не самое заметное, но почетное место в современной политической философии. Значит, объясняю. Не от хорошей жизни у нас уже идет защита вовсю, но пока неудачно. Значит, не от хорошей жизни, а вот я, будучи молодым преподавателем сразу после аспирантуры, у меня были проблемы с голосом, а соответственно тогда и с горлом. И товарищ, так сказать, декан нашего факультета меня привел в институт у Курла Носова, и там со мной занималась необыкновенная женщина, которая учила, с одной стороны, глухонемых говорить, потому что они смотрят по губам, а речевой у них аппарат нормальный, они просто не слышат, и поэтому они немые. И она научила их говорить, и одновременно у нее такое было хобби, она учила артистов Мариинского театра правильной постановки голоса, ну и заодно меня научила. И я, так сказать, быстренько поправил то, что у меня было, но не очень быстренько, год я занимался. И, так сказать, вот она высказывалась так, и говорит, вы мне и другим передайте. Вы говорите, что вы, Михаил Васильевич, так это, что вы так говорите, мне не убедительно. А надо говорить убедительно. Ба-бо-бу, бе-би-бы. Я так удивился, думаю, что это убедительно. Да какая-то убедительно, может быть, там ничего по содержанию нет, а убедительно. Вы же хотите новое, вы хотите продать, продвинуть свою новизну. А что вы, смотрите, куда-то закопались там, и вот как-то так не убедительно. Ну, давайте, давайте, доказывайте, что у вас нового. Итак, поражается маркетинг, неудачный. Ну, на самом деле, гимнадий, в принципе, неудачный, неудачный, и продолжаем. А надеемся, что дальше будет удачно. Ну, как это вы, нет веры в победу, значит, а вера в победу – фактор победы. Согласны? Да, конечно. Это известно же. Ну, как я понимаю вообще по логике? Научная новизна всегда так иначе вытекает из того, что было сделано до того. Поэтому, естественно, это… Сама вытекает? Или я вас спрашиваю, что вы сделаете? Ну, что я сделаю новое. Да. Понятно, когда я скажу, что было сделано до этого. Ну, то, что было сделано до этого, мы знаем. Ну, на самом деле, вот это как-то будет новое во многом, потому что мало кто знает по этой моей теме, что было сделано до этого. То есть у вас новое того, что вы историей занимались, и историей вопроса. Вы по истории науки защищаетесь? Есть два варианта. И, кстати, на самом совете, может быть, принято решение, он не тянет по философии, по истории философии тянет. И проходит, если к нему… Я хотел сказать, что до этого эта тема, которую я занимаюсь, она была бы предметом истории и философии, да, скорее, вообще, в принципе, истории. Потому что все эксцертации, грубо говоря, написано до этого по этой тематике и принадлежали историкам. Ну. Три-четыре эксцертации, которые были на основе такие дела, братья, они были сделаны историками. Философского рассмотрения этой тематики не было вовсе пока в России. Какая-то не была, это мы знаем. А у вас-то было, так вы рассказываете, что нового? То, что я пытался сделать, я пытался посмотреть на это явление, как называется, консервативная революция. Мне не пойдет. Вы пытались или сделали? Если вы только пытались, то это нам не рассказывать. Я рассмотрел явление консервативной революции. То, что я сделал. Вот, смотрите, постановку вопроса. То, что я сделал в своей работе. Вы сделали или не сделали? Сделал. Ну, так и говорите о том, что вы сделали. А то, что вы пытались, мало ли, вы можете еще и пытались покончить жизнь самоубийством в процессе своего. Не надо все рассказывать. Ну, так они совершенно больше внимания привлекают. Ваши попытки наш ученый совет не интересует Вы понимаете, кандидатское за что дается? За что? За новые научные достижения Какие у вас новые достижения? Что вам удалось сделать? Мне удалось сделать вот то До этого было то, а мне удалось сделать то Ну а короче, что вам удалось сделать? А потом вы можете пространно это обосновывать Мне удалось, провожая методологию Крал Мангейма Показать основы стиля мышления консервативной революции Что значит продолжая методология? Воспользовавшись методологией? Вы развили методологию его? Нет, я конкретно... Не развили, нет у вас самого достижения Методология это докторская Нет, не обязательно докторская Методология это что такое? Это метод Вы метод знаете, что такое? Ну, предположим Способ достижения не судима Что значит предположим? Метод что такое? Философия Философия метод способ достижения философского знания Как способ достижения? Философского знания Ну, так можно Ну вот у Гегеля красивее Можно я сформулировать? Осознание формы внутреннего самодвижения содержания Которое вы изучаете Самодвижение содержания Осознать форму И форму эту писать Осознание формы внутреннего самодвижения содержания исследуемого предмета Хорошо, вы скажете, скажете, поймут, что человек квалифицированный Вот мне тут удалось, я тут С моим мишкой Это что-то там, способ какой-то у меня есть Потому что метод – это способ, а способ – это метод – это инструмент И так вот крутится в этих трёх соснах Осознание формы А в самодвижении, может быть, только на основе изучения противоречий Самодвижение, правда? Самодвижение, самодвиживающийся объект Только благодаря противоречиям То есть надо понять противоречия Понять на этой основе самодвижения И отразить это в научной форме Вот это я и сделал Вот даже если вы расскажете, что вы это сделали Другие сказали, да Хотя вы ещё ничего там вот такого не рассказали Но очень важно, как это Вы же выступаете для ценщиков Поэтому вы должны из этого исходить Так, ну это я немножко пространяю Я бы извращаюсь к металлогии по той причине, что я говорю слово в термосте мышления Это мой результат Нет, я-то выяснял вопрос Вы метод развили или вы метод только применяли? Метод применил А не развили? Нет, ну мне кажется, что я уже применил его В этом случае и выработал, собственно, результат Эти методы Это уже есть самый результат Нет, это неправильно Метод применённый Метод применённый Он же есть и метод развитый Зачем вы себя ущемляете? Я применил В чём развитие метода? Этот метод показал себя В отношении нового материала Я использовал этот метод и тем самым развил его Ну если вы не собираете диссертации себя, так сказать, похвалить Вас никто не похвалит, а утопить желающих найдутся Пусть они дальше вас пытаются притопить, а вы защищаете Вы же защищаться будете на защите Ну так вам чтобы было защищать, вы зашли на гору, пусть они там пытаются вниз опустить, а вы с горы стоите уже А если вы так скажете, я вот в болоте стою, надеюсь, вы меня вытянете Они ещё накидают туда какую-нибудь грязь или воды нальют И всё Если вы такое взлетете, легко и упасть Слишком много родителей желающих сказать ничего подобного Что вы сделали, молодой человек? Ничего не сделали нового Вы, скорее, прямо-таки открыли что-то Я вам пытаюсь показать, да, действительно, с некими отступками, что я сделал Вот у меня же тот есть конкретный Это вы вроде как те гагары, которые Тело жирное в утёсах прячут, да? Недостойные жажды жизни Ну, это одно, конечно Не надо, это не годится Если защищаете, вы должны о себе хорошее сказать Не о себе лишнее, не о себе Вот поймите, тут тоже Начнёте говорить, я хороший, скажет, нахал А вы, расскажите, не я хороший, а вот что я сделал Вот я вот взял этот метод, применив его Сам удивляйтесь, даже удивляйте Такие замечательные получились результаты Сейчас результатов расскажу Расскажите нам о результатах Надо захватывать это Интересно, что было Они сидят, им скучно, членов Совета Ну что они сидят, они сидят И придут, они уже у ста человек были Слушали эти диссертации Нужно какой-то концерт же сделать Вы понимаете разницу? Мы ещё раз говорим, наука – это наука Вы сделали, и опубликовали Всё В науке вы уже есть И не важно И вы должны это чувствовать Понимать себя Что это Какое будет решение Совета И это не принципиально Но если вы сделали научный вклад Правильно? Он же есть? Есть Какая разница, когда Совет его оценит Никакой разницы нет Хотите, так его оцените, хотите А он всё равно есть На него будут ссылаться, на него будут опираться Правильно? Так и делается в науке То есть развитие науки идёт Ну как бы независимо от этих Заветов зависит что? Зарплаты Должности Так Потому что если вы имеете Кандидатскую Вы можете потом Получить должность доцента Если вы имеете докторскую Вы можете Или на должности доцента Работать, или на должности профессора А если вы на должности профессора работаете Вы можете получить звание Звание защищать не надо Но там надо, так сказать Иметь набор этих требований В том числе там пять Продвинуть пять кандидатов Пять аспирантов И в итоге, так сказать Вы получаете звание профессора Это длительный процесс, никакого отношения к науке не имеющий. Я, например, получил должность профессора в 90-м году, отзывание профессора в 95-м. А кому это интересно? У меня это должность или звание? Ну, профессор и профессор. И профессор имеет какое-нибудь значение по отношению к науке? Да никакого. Поэтому вот вы, значит, я так понял, вот воспользовался методологией, да, вот, и, так сказать, основу взяли, а у вас уже основанная. Вот эта методология – это основа вашего метода. А ведь есть основание, есть основанное. Раз это раздвоение такое. Вы, поскольку основывались на этой методологии, но вот основанная на этой методологии, мой метод позволил мне получить новые научные результаты, какие. То есть и методы. Вы себя так похвалили уже хорошо, а какие научные результаты? Если сейчас вы скажете, а получил я пшик, то и в вашу методологию не поверят. А если вы сейчас скажете что-то красивое, то и в вашу методологию поверят. И что вы получили, молодой человек? Итак, результат применения этого метода. Я показал, я сформулировал, титул, то есть, два раза, два раза, я не надо, не надо. Один раз скажите, я показал или сформулировал, я показал, я сформулировал. Ну, яколка так, ему минус. Не надо два раза я. Один раз я. Сформулировал, в принципе, стиль мышления, радикального консерватизма. Что вы сформулировали? Стиль мышления. Стиль сформулировали. Ну, я имею в виду, как раз поэтому мангел. То есть, все ваше достижение в формулировках. Понял. А вы филолог? Хорошо. А это, кстати, вы тоже филолог, так сказать? Ну, я у него списывал. Да я и чувствую. Ну, как вот вы, ну, что вот, достижение ваше в том, что вы сформулировали. Ну, выработали, разработали, доказали, обосновали. Чувствуйте, что вы такое делаете? Чего-то доказали. Это тянет? Тянет. Доказали. Обосновали. Дальше что? Ну, доказали, обосновали, выработали. Да, выработали, это тянет. Выработали. Ну, доказали, обосновали, выработали. Что еще вот такое тянет на то, что это новое? Что вы сделали такое, что другие не делали? Не другие это не доказали, другие это не обосновали, другие это не выработали. Какие еще формировки есть? Ну, вот сейчас мне в голову не приходит. – Считал, конструировал. – Конструировал, можно в некотором смысле, сконструировал, создал определенную конструкцию. Конструировал больше технически звучит, а тут тогда давайте в философском плане создал определенную научную конструкцию, понятийную или понятийно выраженную. Ну вот уже получается два таких вот типа утверждений, которые тянут на то, что вы сделали что-то такое мощное. А просто сформулировали, как это звучит. А он пришел и переформулировал, я переформулировал. Ну и что вы сформулировали? И что нового? – А определил подходит? – Ну определил – это начало. Надо сделать определение, и все. Если я просто определил, то есть вы как бы взяли и придумали определение. А если вы скажете, что я из этих многочисленных определенностей, предмета, которого я изучал, выделил то, которое может служить определением, то это уже тянет. Вы понятие определения знаете, нет? Не знаете, а вы? Тоже не знаете, а вы? – Я забыл, вы говорили. – Можно я скажу? – Значит, понятие определения в науке логики Гегеля имеется недалеко. То есть вы сначала идете, так сказать, чисто в бытие, добрались до изменяющегося нечета. И раз нечто изменяется, оно определенное на личное бытие, то и определенность меняется, определенность. Есть у Гегеля более простое понятие определенности, просто отрицание. Вот вы человек с красным галстуком, а я человек с полосатым галстуком. Это наша определенность. Но галстук – это же не вы? Не вы, это ваша определенность, но не сами вы. Человек в очках очки – это вы? Нет, не вы, вы человек с бородой. Хотя это ваша борода, но это не вы, вы не борода. Вы человек, вы аспирант, вы ученый молодой и так далее. А это отрицание, форма отрицания. То есть всякая определенность есть отрицание. Идет это от спинозы. Это терминация «эстне гаса». Он у спинозы переводил, или у спинозы вот это выражение. Все переводили так – определение есть отрицание. Гегель – это, вот растянулся эту всю проблему на две. Есть определенность, их много. А определение – это не просто определенность. Вот вы изменяющимся нещие, то, что у вас, вот то, что вы сегодня высказали умную мысль. Если вы всегда высказываете умные мысли, это для вас характерно, то есть это сохраняется в изменениях, то есть называется в себе бытие. Тогда это определение. И если оно еще противодействует всяким глупостям, борется с ними, тогда это в нем бытие. То есть или просто вы, оно в вас. Тогда это ваше определение. А если это случайное такое, есть и все изменилось, и только сегодня вы высказали одну умную мысль, и то завтра забыли, то это не ваше определение. Это, так сказать, случайность просто. То есть формально это определение выглядит так. Формулировка, как раз. Формулировка. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечета, с в нем бытием. И это вот факт формально выглядит. А по существу в себе это то, что равенство с собой. Потому что вы сейчас в себе или не в себе? Во многом. Что? Во многом в себе, а во многом не в себе. Уже, товарищ, частично не в себе. Уже не в себе. Надо прекращать. Ну, это вы давайте оставим, и мы по вам перейдем. Понимаете, да? Вот в себе это равенство с собой, а не в себе это неравенство. Или придите в себя, а где вы были? То есть это вот формулировки, кажется, что это дикые такие слова. Но это такие в языке привычные слова для равенства с собой. По себе, не по себе, вам стало не по себе. Тоже плохо. Почувствовали себя плохо. Неравным самому себе. Потом пришли в себя. Значит, в себе бытие. То есть такая определенность, которая сохраняется в изменениях. И проявляется вовне. Вот что такое определение. Вы разработали такое определение? Ну, вот. Ну, что вы на защите? Надо сказать, да. Ну, как это? Ну, интересное кино. Вот я пришел продавать пиджак. Говорю, вот этот пиджак грязный. Я его с рук купил там 10 лет назад. Будете покупать? Это самое современное. Или другое. Это самый современный пиджак. Вот. Сейчас такие в моде в Голландии, в Канаде и в Соединенных Штатах Америки. И стоит недорого там 50 тысяч всего. Берете? Ну, берите его и все. Ну, вы где? На защите. Ну, как вы такое делаете? Нет, это не я там. Ну, как мне вы? Так вы разработали или не разработали или не разработали? Мы уже перечисляли, что вы разработали, обосновали. Дали новую, более совершенную формулировку. Не сформулировали, а дали более новую, более совершенную формулировку. Прежним процессом, который позволяет посмотреть будущее развития этой же самой темы или проблемы. Ну, так надо представить. Вот я все от вас добиваюсь. Что у вас нового? Хорошо. В таком случае я дал более совершенную формулировку того, что такое политическая теология, основываясь на том методе мышления, которое используют радикальные консерваторы. А именно то, что политическая теология… Основываясь и развив тот метод мышления, который использует консерватор. Ну, да. Ну, что вы не хотите хорошее про себя сказать? Как я сказал, все хорошее. Мало. Ну, мало. Ну, основываясь и развив тот метод о всем развитии, о применении к новому материалу. То есть о развитии. А, соответственно, и новые приемы. Вот если я, скажем, молотком ГОЗе забивал, а теперь стекла разбиваю, это новое уже надо… Хулиганское применение. Ну, хулиганское. Я спасал людей. Это было, значит, так. Тут они же горел, дом горел, все закрыто, я разбил стекло. Вы не видели в автобусах разбитие стекла? В моточке сидит. А и что вы так понимаете? Это не надо сказать. Вы же как-то не настроены на то, что все, свой позитив надо показывать. А вы все хотите себя приопустить. Без вас, без вас приопустим. Похвали другие, а припустишь там… Никто вас не похвали, кроме… Вас похвалят, перечисляли. Научный руководитель и два официальных оппонента. И те люди, с которыми договорится ваш научный руководитель. Больше никто вас не похвалит. Присек. А? Присек все. Какое все там народу будет полно. Что это вас будет хвалить? А другие, ну, если у вас научный руководитель такой, что он не находится на ножах с другими, то все хорошо. А если на ножах, то уже наплюют на вашу диссертацию, для того, чтобы вы сделаете укол вашему научному руководителю, вас завалят. Кроме всего прочего. Поэтому вам так не особенно… То есть, надо все-таки свое разворачивать, не полностью отождествляться с научным руководителем, потому что, может быть, и так. Ну, это защита. То есть, это вот особое мероприятие. И сколько было таких, ну, всяких случаев. Ну, и вот я вам рассказываю, у меня в этом смысле самый богатый опыт. Я вам говорил, что я два раза защищал докторскую по политэкономии, один раз по философии, и перезащищался сначала в УАКе, а потом в Институте философии. То есть, у меня, так сказать, полная новость. Я все это, так сказать, видел в разных вариантах и относился к этому довольно спокойно, потому что это такое длительное… В 11 лет это все заняло первое движение. Поэтому я, как человек, который вам этого не желает, хотя ничего страшного в этом нету, если вы понимаете, что вы внесли уже вклад в науку, сами-то вы для себя сформулировали, внесли, гордитесь. А их имена забудут, а ваши будут помнить в веках. Никто не выспрашивает, какая степень того иного ученого. Ну вот вы у тех, кто вот, когда перечитаете историю науки, ну кто? Доктор наук там такой, профессор такой. Ну кто это говорит? Это вот оближайших людей говорят, а дальше… Так, еще раз, значит, что вы сделали? Дали новую формулировку, вытекающую там из метода, который вы развили. Дальше еще что вы сделали? То есть вы дали формулировку и все, да? Ну это короткое должно быть. Представьте, формулировка, это, наверное, вот диссертация ваша, вот. А все остальное в вашей диссертации труха. Значит, не только дали новую формулировку, наверное, основываясь на этой новой формулировке, потом вы, соответственно, что сделали? Пересмотрели. Ну да, но понимание вообще в принципе этой тематики связано с ней, то есть с астапевтической теологией. То есть это у вас новое понимание или миру дали новое понимание? У меня новое понимание, пока у меня. У вас новое будет, когда еще никого не интересует, что у вас новое понимание. Вы что, вы здесь уже это закрепили в понятиях ваше понимание? Понятие? Я дал новое определение, новое понимание, соответственно, новое. Вот, диссертация представляет собой изложение нового понимания. Это вы просто, вот этого и этого, правильно? это хорошо да но мы как бы вы когда-нибудь продавали что-нибудь нет не знаете а вы знаете как вот это притчу про то как значит старуха она просто замучила со старика или продай корову она старая уже все такая-сякая и она года не одну и корову же хорошо говорится ли не продай в общем замучила его он пошел идет тащит эту корову на веревке через лес и встречает цыгана то где ты куда дед идешь а я иду корову продавать хочет эти его продам давай вот вышли пришли они на рынок стали цыган говорит это горит корова она у вас будет покупайте будет у вас и молоко и сметана и творог и масло она и детей согреет и от врага она вас защитит от волка этот дед слушал 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 такую корову продавать не буду так корову нет самого нужно вот ваша задача дизертацию не отдать в общем не понял вы поняли свою задачу себе чтобы все все прям бросились это читать ваш авторепират после этого диссертацию и может еще один прочтет вот так во всяком случае уж ну дайте хоть положительный отзыв то есть не вычеркните все закрытое закрытое там-то и дело что все закрытое ничего вам не скажут буду улыбаться а потом значит раз так ну вот с товарищем мы закончили сегодня окончили берем с другого товарища а вы еще новое сделаю у вас тоже да и анонимка есть какая-то подписанца это не подписанная сколько раз я вот объяснял что под вот вы делали стран да да надпись это надпись это я могу взять на компьютере и написать павел мискевич но это и он может написать его в чем проблема набрать павел мискевич подпись вашей нет это анонимка анонимки не рассматривается черновик вы куда пришли мы пришли в официальное учреждение институт философии на кафедру социальной философии и философии истории говорите у меня черновик заберите черновик себе это подпишите если это ваша он не подпись боится это вы написали ему да я чувствую подпись не разборчиво да мне мы хотите ее расшифровать вы не знаете правило сейчас со стороны документ вас научит защита там вот такой будете делать бумаги не писать такие бумаги и такие бумаги и такие бумаги расшифруйте свою подпись вот так вот ну какие вот дальше претензий уже нет по нас продолжайте теперь что нового вашей диссертации то есть мы имеем дело с человеком который значит подготовился то есть он у него память слабая он может только почитать а вы излагать свое новое не может если бы я как что-нибудь вас спрашивал по каким-то проблемам которые для вас новые а то это вы в душе носили у сердца держали новизну свою и сейчас хотите про нее читать по бумаге вы чё серьезно вы чё брежнев я же пока не начал считать что вы торопитесь на меня листочек здесь по пунктам все расписано чтобы не сбиться я ну и хорошо а вы как к нему этому листочку вот так вот прямо на него на меня смотрите а чего на листочек смотрите а лесочек пусть лежит мало ли вот на листочек это знаете как вот иногда вот такой вот смотрите на меня потом и дальше это я понимаю вот это хорошо а вы а вы не смотрите на листочек можете поглядывать вы же все это знаете или вы это не знаете он написал ли вы написали он утверждает что он написал но она немщика вы написали это вы но давайте напомню что тема моей диссертации суверенностью, суверенитет, европейский суверенностью. Кому собираетесь вы напоминать? Ну как напомнить? Чем у моей диссертации? Не надо прямо, как известно. Или чем у моей диссертации такая? Научная новизна моего исследования состоит в выявлении социокультурных предпосылок в возникновении идеи суверенности. Выявление научных предпосылок в возникновении идеи суверенности. В возникновении идеи? Суверенности. То есть вы выявили научные предпосылки? Ну, социокультурные предпосылки. То есть вы изучали общественно-культурные процессы и выявили предпосылки для вот этих самых вещей да то есть предпосылки выявили и дальше не пошли это первый пункт а это первый был ну тогда сразу сказать что я вот свои диссертации мой новизна с 5 у меня представлена в пяти таскать положения были пункт поплату а то вы так сказали как будто это целое сказать предпосылки вы вылезли на этом умер и все так и вот значит новизна моя излагаемых качество если брать ее в целом вот состоит из пяти планеты таких положений таких пяти четырех пяти давайте первый понял нормально 2 определение технического рационального и биополитического характера суверенитета ничего до вас никто это не давал это вы как-то не хотите обознавать что это новизна что вы скажете вы первые определили и от вас яд доктора наука не очень обидится не до конца а почему потому что вы про определение говорить что они что не знают определений а вы единственные которые определили они без определения работали тут что-то надо подумать не убедительно что-то у вас не не только знал в том что уже на этапе зарождения этой идеи эти характер технический но так вы развили эти определения вот я сижу я доктор наук профессор только их занимался этими определениями приходит молодой человек быть я развил эти определения это как бы вот вы мой продолжатель я вашей положитель не так много людей занимается нет но выпало продолжать или вы мой противник вы как хотите себе поставить как продолжатель если продолж zuvor развели а если вы просто определили впервые год сейчас я его вычеркну выше но впервые вы ли вы较 этот характер уже на этапе зарождение вот мы тем самым вы развили эти определений или применения развели этих определений我 разве я сами и предоединение применению понимании применить на понимания мало по развил понимание это сейчас еле -еле поняла начата вот разделив понимания и применение мы в определении же применяют я ничего другого не нужно если я только понимаю определение и даже не еду это я это слабо определение но лишь для чтобы что-то потом решить вот есть и определение я пользуюсь на определение начали решать задачу правильно так дальше еще чего основа концептуализация проблемы суверенности основанной на понимании суверенности как антологической характеристики самосознания до концепции то есть в концепцию разработали до интересная как в каком-то смысле ли вас концептуализация как не в каком-то смысле уж точно а то вы это вы говорите это значит сами сомневаетесь может вы не разработали ничего так уж давайте стойте на своем так ну поехали дальше целостная разработка понятия суверенности суверенитета а что никто не разрабатывал целостно суверенитет никто 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 это очень нападут попадаете тут сразу кто-нибудь наверняка есть люди которые что-то делали либо суверенности суверенитета на самом деле может быть это может быть аккаунт это очень это люди сразу могут вот нашел тонко когда пошел и я не встречал хотя я очень много научных источников по этому вопросу работа если вы не встречали начну папа поработали тоже на и вы не встречали на что вы не ходили в библиотеку то есть как-то это неубедительно что они встречали еще раз как вы это сформулирует сел целостная разработка понятия суверенности суверенитета определяет если по-другому что разработка понять эти это и и суверенности как мне по единой целостности но уже так вот я думаю так переформулировать же менее будет знаете чем отличается танки от телеги татка занята закрыты броней трудно было пробить хотя бы каску наденьте потому что там снайперы есть к голову подняли краски а тут вы на палочке эту вас куб подняли он стукнул по этой каске вы увидели что есть снайпер ничего страшного так следующий обоснование разворачивание проблемы суверенности как проблемы политического действия разворачивание то есть она начинает представить что такое разворачивающая тщете развернуть сам разворащäche сам разаворачивается ну наш вот интерес трактор идет потом сам разворачивает polítкивает обратно развёртывание они разворачиваем конечно развёртвание развертывание это как бы синоним развития до развернулась этоつейте развернулся разворачивается это значит разворачивание это многозначное значение так так ну это немало же вот через пять пунктов свои учить меня пять пунктов а вы не могли разработать на пять частей спорю что ли все же делимо я посмотрю пишет обычный инсертатор научно верно это пишет с одним блоком у него одним блоком написано вот научная новизна исследования одним блоком кто вам мешает это одним блоком написать а вы чё один один пункт скажет мало вот один то всегда мало может вы гениальный такой пункт но его как-то надо так всегда ведь один можно развернуть это выражается в том 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 и тогда эту новину вы еще и раз корни раскрыли и тогда у вас получается вот через эти пункты могут раскрыть им от этого 1 1 и раскрыть и если у вас есть 1 единое что-то одно вот вы раскрываете это ведь и пункта замечаете в чем состоит раскрытие а вы не просто сказали в диссертации еще дальше приложили 180 страниц она 180 страницах вы сначала показали что было до этого сделано потом вы сформулировали как что вот вы новое вот основное положение и развертывали его во второй главе вот вся почему вторая глава должна быть больше по размеру или по крайней мере по количеству параграфов потому что если вы пишете два параграфа 1 глава этого параграфа которые говорят о том что вы знакомы с проблематикой этой да что вы в науке знаете что до вас сделано а потом значит один параграф или два только во вторую иначе вы мало разработать если вы три сделали параграфа хорошо или даже там две головы еще но обычно делаю две головы кандидатской 2 полнее чтобы было видно это у вас же самостоятельно это ваша новая это ваша работа а это вы выходите на передний клан план науки вот видите я вышел на переднем край науки вообще остальная часть стала это их что я тел вот тогда это увидите так ну я думаю это так как вот я придираюсь одинаково но ком как-то меньше этот хотели проскользнуть войти в кандидаты и наверно проскользнете а вы если так будете защищаться не проскользнете а это как человек не стремится и хочет тогда вот они просто не переживать почему занесет зачем на переживать то вот переживать то не надо сделать то что необходимо надо почему не надо стремиться а зачем вы поступили в аспирантуру вы что играете шутка у вас что ли что вы поступили я думаю для себя эгоистовый я думал вы для науки хотите в науку вклад внести но ясно что вы таким настроением далеко не пойдете вы хотите вклад в науку внести вы же сами доказывают что вас уже в день вы уже внесли а потом горит и не стремлюсь ваша задача защитить этот вклад теперь ваши колебания по этому поводу недопустимы вы защитить должны свой вклад если вы вклад внесли вы уважаете науку вообще причем тут вы а вас вообще нет разговор это вы научные достижения должны это защитить людям мы принесли огонь и выходить до этого хотите огонь хотите дым хотите воду ну что это за подход так в огонь принесли защищать и можно на этом огне и жарить и освещать это нервно сильно научный совет науку это нервно сильно не одно и то же но вы где залоги есть это уже не вам звали свой чужой вы кандидата на наук хотите получить или искусство чукали ну так наук поэтому что вы тут разделяете с наукой все не одно и то же все не одно и то же потому что нет ничего торжества это творчество различного поэтому тут вы ничего никуда далеко не уйдете но вы оторвать хотите весь этот вопрос о защите диссертации от науки а это наука с этим связано и действительно много людей так как подготавливаются науки работают пройдя так сказать аспирантуру поэтому так вы хотите это принять что ли институт аспирантуры вот такие люди сидят в министерстве все душат душат даже аспирантуру с вашим таким настроением туда попали вот с таким настроением в министерство и душат поэтому вот так но я по ним я думаю вы понимаете что это наша полемика как говорится не носит личностного характера означает что надо настроить настроиться на то что вы сделал я сделал и защищаю эти научные положения вы защищаете те научные положения которые вы делали вы носите их на защиту это хорошо же вам дают возможность перед народом таким не не каким попало не не уличным а ученые собрались и и они вас будут слушать попробуйте вы их соберите соберите вот сейчас побегайте по коридору и наберите 15 профессоров не наберете а тут их собирает и вас приводит и вы можете их вот обратить свою веру это же хорошо вы говорите это не наука это очень важно научное искать научное знание хотите расширить и сделать общим принципом который вы разработали так ну теперь давайте на на вас накинемся так ну научная новизна пункт 1 впервые была проведена концептуальная реконструкция взглядов михаил алифшицына проблематика философии истории а концепциальная реконструкция это что такое это вы так сказать переделали все все концепции у него михаил алифшица или вы восстановили слов реконструкция многозначная но это значит что я ее как бы то есть она существовала не в таком виде как она представлена в работе то есть вы вид изменили такую учили или испортили я ее сделал очевидную не очевидно но по крайней мере представил так сделали так чтобы можно было увидеть в этих работ и за что цепь структуальной алифшица не волния было увидеть уже нет такой работном философии истории там или еще что-то вот теперь благодаря диссертации можно понять что она была там такая такая ну тогда почему вы не хотите сказать что вы во первых выявили вот эту самую концептуальную основу произведения кликшеса произведение лифша выявили сначала и соответственно провели реконструкцию вы не украли у него выявили другим не было ясно она не явная была правда вот так я правильно сформулировать то что вы сказали то есть я читала на него есть я ее увидел но я ее выявил и не просто выявила сделал ее доступной для искать научной общественности то есть провел соответствующую реконструкцию в этом смысле не просто я реконструкцию живя взял и переделал понимаете у нас что только не реконструирует потом дома падают поэтому эта реконструкция имеет два значения восстановить это реставрация бывает вот реставрировать восстановить так как вот особенно произведение искусства но здесь реставрация не годится потому что вы же в науке поэтому вы именно реконструкцию делаете, сделайте живой его. Правда? Как сейчас делаете? Реконструируют битвы какие-нибудь. Реконструкторы, историки, так сказать, устраивают там советско-финскую войну в миниатюре и так далее. То есть вы выявили и реконструировали ее, и научно реконструировали ее в понятиях. Ну, как-то так красиво, надо сказать, да? Ну, хорошо. Вот первый пункт. Так, еще. То есть вы как бы реконструктор, понял? А хотите получить кандидаты в философских миров? А пока вам кандидата к реконструкторских наук. Так, ну, давайте посмотрим, что у вас дальше. Второе, значит, впервые теоретические взгляды решатся по вопросам проблематик философии истории, рассмотрены в широком контексте мировой философии. То есть вы один рассматривали в широком контексте, а другие, значит, вот они не обидятся члены Совета? Я имею в виду, именно взгляды вившицы. Просто таких работ не существует, поэтому почти все, что я делаю, это все впервые. То есть, давайте еще раз подумаем, что нет, нам еще надо подумать, чтобы не обидеть членов Совета. Я имею в виду, докторские диссертации. Ну, не докторские, в смысле, а вообще диссертации и так далее. Там просто таких нет даже близких потеней. Вообще очень мало, полившицы всего там пару штук защитилось. Еще раз, впервые на... Ну, впервые здесь написано, теоретические взгляды вившицы на проблематику философии и истории рассматриваются в широком контексте мировой философии жизни. Ну, вот они впервые просто рассматриваются. Это не добыча. Ну, вы рассматриваете, хочу... Понимаете, если вы в результате рассмотрения ничего не получили, вот я смотрю, смотрю на вас и не вижу. Теперь я на него смотрю, вот рассматриваю, теперь я его рассматриваю. В чем заслуга, что я рассматриваю? Никакой заслуги в том, что я рассматриваю, нет. Это созерцание. Вот реконструкция – это не созерцание, там нормально. А вот это вот впервые рассматриваются. Что-то вы не просто рассматриваете. Анализ. Вот. Проведен анализ теоретических глядок философии на проблематику философии истории. Анализ, анализ. И только на анализе. Анализ – это вы на куски разложили его, а еще? Ну, нельзя же сказать, анализ... И синтезировались анализ, и синтез цельной картины. Ну, вот как-то так вот. А то у вас анализ, это синтез... Я думал, что это все включается в понятие научное рассмотрение. Анализ и синтез... Ну, в рассмотрении – это вот я сейчас рассматриваю ваш портфель и ничего не вижу. Ничего я рассматриваю ваш портфель. В чем научное достижение? В рассмотрении. В рассмотрении вообще не научное достижение. Еще бы не хватало, чтобы вы даже не рассматривали. Вы что, аспирант, с ума сошли? Ну, можно опять же раскрыть. Значит, вот, еще раз выявили, да? Или что? Как? Выявил и сделал. Ну, в общем, выявил, провел концептуальную реконструкцию. Нет, там у вас была реконструкция. Это первая, да. Первая. А вторая? Ну, тут идея в том, что есть широкий круг, короче говоря, источников, там, мировой философской мысли, там, камни, всякие. Обобщил. Обобщил. Дея в том, что я поместил дефицит. Изучил, обобщил и показал. Ну, ладно. Ну, правильно? Вы изучали? Ну, конечно. Это и есть рассмотрение. Обобщали? Да, да. Обобщали, то есть находили общее, обобщали, находили там, закономерное. Значит, изучил, обобщал, систематизировал. Систематизировали? Ну, это все одно, систематизация относится скорее к реконструкции. Ничего, реконструкция, это ее просто сделали как живое, это нормально. Оттуда вот и синтезировали. И это, ничего страшного, если второе, и будет и развитие первого. Может, у вас один тезис из другого вытекает, что плохого. Ничего плохого нет. Ну, если вы синтезировали, то вы понимаете, что такое синтезировали? Это, значит, вы систематизировали, синтезировали, систематизировали. Это творческий процесс. И анализ творческий процесс. А рассмотрение – это пустое созерцание. Так, ну да, пошли дальше. Ну, так, с учетом, в общем, наших замечаний, у меня просто дальше тоже про рассмотрение. Ну, давай. А то я в окно смотрю, то на потолок, то на стенку. Дайте мне за это кандидатскую диссертацию. По-другому сказать. Давайте по-другому. Ну, впервые про математизацию философии и истории в работах Михаила Левшица была изучена на материале широкого круга источников. Ну, изучена опять. Ну, изучили вы. То есть, это не наука. Изучение – не наука. Это школярство. Ну, я изучил. Вот я много книг изучил. И что? Кто я? Начитанный человек. Не ученый. Ну, нет. Ну, имеется в виду уже, как бы, что определенная вещь рассмотрена впервые с привлечением такого... Рассмотрена впервые? Это вообще никто не глядел, теперь только вы заглянули. Ну, что такого? Опять рассмотрены. Ну, не знаю. Давайте, еще раз давайте заформулируйте, может, мы найдем. Еще раз. Как у вас написано? Ну, написано с рассмотрением. Написано, что впервые данная тема, то есть, формализация философии и истории в работах Михаила Левшица рассмотрена на материале широкого круга источников. Ну, тогда это не просто рассмотрено, а тогда сопоставлено, сопоставлено концепцией Левшица. Приведен сравнительный анализ концепциальной позиции Левшица и концепциальной позиции других известных ученых. Это предпочитающих, а здесь имеется в виду, что, в принципе, много его работ впервые рассматривается именно в ракурсе этой проблематики. А что, ну, а что такого здесь? Еще бы не хватало, чтобы вы их не читали. Если у вас диссертация по Левшицу, и вы их прочитали. Ну, это предпосылка, конечно. Навизна впервые. Впервые прочитали, и хотите за это получить диссертацию? Ну, нахал, скажут члены Совета. Да нет, не в этом дело. Ну, вот, поймите, что надо делать. Вы не должны тут подставляться. То есть, то, что это предпосылка необходимая. Вот, там, вы можете сказать, для этого. Вот, может, вот это, что вы написали, для этого туда, вот, где реконструкция, туда дополнение сделать. Для этого впервые были рассмотрены. И тогда это пойдет. Потому что некоторые вещи едят с гарниром. Хорошо. Для этого пойдет, правда? А для этого впервые было рассмотрено, изучено. Все работы, все. Это же важно? Ну, да. Безусловно. Ну, вот. И выявлено их внутреннее методологическое и теоретическое единство. Если вы просто рассматривали, опять все-таки слабо. Ну, вот вы рассматривали, но вы когда рассматривали, думали хоть о том, что вы рассматриваете? Вот, если вы рассматриваете, считаете и думаете, то, наверное, вы видите единство взглядов. Вот, Лившица же блестящий такой ученый, интересный человек, оригинальный и так далее. Ну, да, можно так сделать. Вот. А вы не хотите отметить, что вот он является, так сказать, ну, показанные образцы, так сказать, применение, вот на материалах философии Лившица показаны применение образцы диалектики к проблемам социокультурным. Он же, у него уже такая полемика была, это у Лившица, вы читали ли Лившица полемику с этим нашим? Ну, с Каганом. С Каганом. Нет? Конечно, читал. Читали? Ну, естественно. Где Лившиц пишет, что ваши вот эти все, как консервные банки категории вашего системного подхода. То есть он очень за диалектику выступал, а почему вам это не отметить? Так это же, что я могу отметить, как свою ливизну? Вы можете ответить, что вы выявили, так сказать, показали Лившица как философ, который очень успешно, дал пример успешного применения диалектики в применении к социокультурным проблемам. На эту тему никто и не говорит. Мне кажется, что это не ново, то есть такие работы существуют. Какие у кого? У Арсланова Петровича. Ну и что? Существует, это вы его же изучаете, вот его, как один из образцов напишите. Тогда не единственное, а как один из образцов применения диалектики к социокультурным проблемам скажут. И вот вас, товарищи. Это одного товарища хотели не принимать в партию, в старый партийный анекдот. И вот первый секретарь всех настроил, чтобы все выступали против, ну и сам подготовился. Вот этот приходит, так, ему начинают все задавать вопросы, он на все отвечает. Вот члены сидят в бюро, все отвечают, отвечают, отвечают. И все прошли, и он на все ответил, что за первый секретарь говорит так. А ну-ка назовите. Так, а назовите им фамилии 31 великого религионера. Все думают, ну все, не может. Он говорит так, 28, так, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, 26 бакинских комиссаров и вы, товарищ секретарь. И приняли. То есть готовиться надо. А тут вы так, вот вы один из образцов, а если один, то значит, вот он сидит в член Совета, он считает, и он образец, и он образец. А если вы еще один образец сделали, ну и хорошо. А если вы скажете, единственное я сделал, а он никто ничего не делал, они скажут, как это так. Ну вот я это имею в виду, что нужно вот такие делать формулировки, чтобы они не исключали членов Совета из этого научного сообщества. Вот. А они ревниво относятся к тому, что они делают. Вот вы сколько мучились на заказательство того, что вы, а потом станете кандидатом. А потом он придет такой и скажет, а я вот первый сделал, скажет, да, это я сделал. Правильно. То есть как же это, вы мучились, сформулировать даже было трудно. Поэтому это понятно, что человек потом защищает эту свою позицию, агрессивно, может быть, даже защищает и так далее. Ну да, тут разные были ситуации. Вот с нашей кафедрой товарища защищался Кузин. Меня включили в комиссию этого, докторскую. Кафедр у нас социальной философии, философия и истории. Он решил защищаться по двум проблемам. По философии и по теории и истории культуры. Вот включили нас в комиссию, там был Быстров, Ябл, по-моему, Игорь Дмитриевич Осипов. И, так сказать, еще кто-то из специалистов по теории и истории культуры. И теперь уже до Совета даже не доходит. Вот прежде чем Совет, допустить, не допустить. Раньше такого не было. Ну, то есть Совет, Совет все решает. А сейчас на этапе Совета раз. И вот на этапе Совета обсуждаем. Обсуждаем, значит, ну, поскольку там у него две специальности. Одна женщина подготовилась по специальности, так сказать, профессора. А я подготовился по философии. Я говорю, ну, вот у него предмет нефилософский. Метод нефилософский. Ну, соответственно, он не может защищаться по философии. Голосуем. Единогласно. Все. Остается теперь вопрос второй. А сидит там бывший заведующий кафедры Пигров наш, Константин Семенович. Он выступал. Я говорю, ну, что Константин Семенович? Ну, он же не защитится по этой. А я бы защитился. Я говорю, ну, конечно, вы бы защитились. А он не защитится. Второй вопрос решаем. По второй специальности социальных. Теория, история, культуры. Голосуем. Единогласно. То есть я тоже голосовал. Все. И вот он у нас прошел. И потом он успешно защитился. Ну, по теории, истории, культуры. Еще есть вопрос. Чтобы вы не попали по своей тематике куда-то. Потому что у вас очень много по истории и философии. Ну, да. Ну, это на стихе, так сказать, вещи. Да. История и философии. Поэтому где-то вам надо написать, как это важно для философии. Вот через применение диалектики вам надо сказать, что это с этой точки зрения. Вот тут сюда вместить. Вот сюда вставить. С этой точки зрения проблематика этого, так сказать, лишится. Она имеет не только историко-философский характер, а именно философский. Она содействует развитию философии. И тогда и ваша диссертация содействует развитию философии. Потому что это по этой проблематике. Чтобы вас никто не затолкал обратно. Дескать, вы по истории. У меня были в жизни два раза таких случаев, когда я выступал по докторским с отрицательным отзывом, там, порядка сорока минут. И после этого ученый совет говорит, ну что, он по теории не тянет. А он вроде свой друг, мы его знаем. Ну давайте по истории. По истории, конечно, он мне тоже не тянет. Ну давайте по истории. По истории. Второй был тоже. Второй был помощником потом у Горбачева. У нас деканом был потом экономического факультета. Тоже по истории. То есть это вот такое дело серьезное. Ну, так сказать, по философии или, так сказать, куда-то. У вас, конечно, так попытки могут быть столкнуться. Это вот вы взяли Лившица. А сказать, Лившица уже умер. А вы изучаете, что делал этот самый Лившиц. А вы не ради Лившица. А вы все нажимаете, Лившица, Лившица. Один раз Лившица сказали, и хватит. А второй раз будете изучать. Не повторяйте слово Лившица, что я изучаю предметы, изучаю в развитии значения этих достижений для современного развития философии и так далее. Ну то есть вот как-то так. Не уж очень жать все время на то, что вы изучаете только одного человека. А то я его всего изучил. Ну, значит, вы хорошая история Лившица. Ну, понятно. Вот. Ну, просто надо видеть при формулировках так, чтобы это не выпячивало слишком сильно. Вот. И наоборот. Вот. Что вот это проблема. И про каждое вот что там. Давайте еще раз пройдемся с этой точки зрения. Вот первый пункт у вас какой? Так. Ну, с учетом исправления было. Теперь он звучит так. Первые выявлен и проведена концептуальная реконструкция взглядов Лившица. С точки зрения ее значения для современного развития философии. А у вас реконструкция безникчемная. С точки зрения ее значения. значение этих идей для современного развития философии. Вот реконструкцию делали ради этой философии, вы принесли на алтарь философии достижения, а так вы просто, ну вот реконструкция ходит, реконструкторы они одевают, шинели, берут деревянные винтовки и изображают, что они стреляют. И вы тоже втянулись в эту же игру. Скажут, у меня еще кругом реконструктор, еще реконструктор нашелся у нас на факультете. Пришел. Да, вот и для этого первые были рассмотрены многочисленные источники. Да не рассмотрены, они выявлены. Нет, это же к этому пункту вы сказали. А, для этого, для этого, для этого, для этого первые были рассмотрены многочисленные источники. Короче говоря, в общем, про широкий, широкий контекст мировой философской мысли. Нет, 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 нет. Для этого были рассмотрены и введены в научный оборот. Они уже там были. Были? Ну, в этом пункте... И введены в широкий научный оборот, не пойдет? Ну, это другой пункт. Другой пункт. Ну, ладно, хорошо. Давайте следующий пункт, давайте еще раз посмотрим, с этой точки зрения. Чтобы он не утаскивал вас в историю философии. Так. Впервые были изучены, обобщены и синтезированы, заглядывившиеся по вопросам проблематизации философии истории. По актуальной проблематике, по актуальной проблематике, по актуальной правильно? Ну, да. А не по какой-то там есть проблематике, которая никому не нужна, и вы копаетесь в истории. Вот, так, следующий пункт. То есть, вот тут видите, как можно немножко доворачивать? Ну, теперь то, что вы добавили, что... Не знаю, как это сформулировать, но, в общем, был дан один из образцов применения диалекции... Да. Поскольку это поле, несмотря на то, что имеется, как мы уже отмечали, целый ряд исследователей, которые, кроме Ливши, с этим занимаются, по-прежнему это еще слабо разработано. Ну, да, и содействует развитию философии. Да, и поэтому вот эта вот работа, проделанная работа будет содействовать развитию философии. Ну, да. Ну, поскольку это мало разработано еще, несмотря на многочисленные, уже многие, так сказать, другие... Можно вот еще тоже отдельным пунктом написать, например, что, например, первое было... Не знаю, в общем, про значение достижений или Лившица в плане философии истории. Если вы хотите показать значение, тогда вы, наверное, так, что в современной философии истории, показано, что в современной философии истории имеет место, так сказать, целый ряд течений, продолжающих те работы, ту работу, научную, которую проделал Лившиц. Правильно? Не, я имел ввиду, что эти открытия важны для... Ну, то, что Ливши сделал, в общем, то, что я здесь как бы демонстрирую, в общем, это важно для решения разных проблем философии истории. А тогда прямо перечисляйте для каких проблем, и тогда у вас будет вот то, что надо конкретно, что вот то, что сделал, для таких-то и таких-то проблем философии истории сегодняшних актуально. Очень будет хорошо конкретно, и тогда вообще к вам никто не не прикопается. Хорошо. Ну, и последний там пункт, это был о том, что некоторые источники впервые моются, но и наоборот. Ну вот, есть такое общее правило, которое Сессерон высказывал слабо, и Сессерон засуньте в середину. Последним не надо, а то будет общее впечатление плохое от вашей новизны. Засуньте этот пункт в середину, и будет, а в конце будет там вот важное, нужное и так далее. Вроде это неплохо. Неплохо, неплохо, но не надо в конце, а то получается вот стекла могучая река, а потом ручеек затерялся в пустыне и высох. Мелко это. Ну, вводится в научный оборот, так сказать. Ну, это хорошо, конечно, что они вводятся. Так, ну что я должен сказать? Я должен сказать, что товарищи аспиранты, которые сегодня от нас при выступали, правильно поняли задачу в целом, и правильно поняли важность этого дела, и хорошо подготовились. И, несмотря на мои там всякие нападения, которые я делал, я обязан был эти нападения делать, и иллюстрировать или демонстрировать, какие могут быть опасности. Можно сказать, что в целом выдержали, и у нас такая тренировка научная, по-моему, получилась очень полезной. Как вы считаете? Ну да. И она не просто получилась полезной, если бы я вам рассказывал про какие-то другие свои проблемы, а она полезная именно потому, что она касалась не из-за рассмотрения каких-то других проблем, других людей, а именно той проблематики, которой вот сейчас часть вашей жизни с ней связана, а может быть и больше, чем только часть. Вот, поэтому это очень важно, и я вам выношу благодарность. Вот лица кафедры, поскольку мне поручили с вами заниматься, я считаю, вот вы молодцы. Молодцы, и это, так сказать, вот залог. Другое дело, что вот надо все думать, поскольку сейчас все продлевается, и все удлиняется, вот надо думать, как вам быстрее защититься, пока не придумали еще каких-нибудь гадостей, потому что на каждом этапе что-нибудь придумывают, какие-то палки, которые вставляют в колеса, чтобы люди молодые не могли защититься и вовремя сделать. Вот, поэтому, вот у вас полный набор всего, все работы есть, все есть, чего у вас нет? Диссертация полностью есть, готова? Там и диссертация? Да. Я еще не готова полностью. Почему? Делается в процессе. Сколько лет уже делается? Ну, пройдет неделю. Несколько. Но она уже на завершающей стадии. Вы видите разницу, не завершающая стадия, или есть в целом, но я еще дорабатываю. Ну, она есть, черновой вариант. Есть черновой вариант? Да, его надо сделать, текст нормально. Ну, так если она есть, надо говорить, у меня есть, она у меня, но я еще дорабатываю. Но это не связано. Но все равно надо, и себя надо поддерживать. Потому что если у меня есть, как говорит, первая голова, ну еще с этой головой где-то будет. А у меня есть диссертация в целом, а я еще, ну, всегда можно доделать, вы будете дорабатывать до какого пункта? До какого момента вам можно дорабатывать диссертацию? До момента сдачи библиотеки. Поэтому это то, что вы будете дорабатывать. Еще бы не хватало, чтобы вы не дорабатывали. Вот, так что, так что вот, так что вот такая штука очень хорошо. Ну и так, у вас готова диссертация в основном? У вас готова диссертация? Ну, тоже есть в основном. Ну, текст есть у вас? Есть. Хорошо, у вас. В основном, да? Можно еще одну статью мне? Так, теперь, значит, что вам нужно по итогам нашей работы? Надо написать введение. Вот сейчас помучаться над введением, а потом снова дорабатывать диссертацию, чтобы это введение соответствовало. А введение уже прямо вот вы рассказываете, о чем у меня диссертация, ну, поэтически рассказываете. То есть то, что вы собирались сделать, вы пишите об этом в введении, ну, соответственно, в автореферате. Или автореферат напишите, то же самое. И то есть пишите автореферат за ходом в будущее. Вот я сделал то, 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 а потом вставляете, доделываете диссертацию под этот автореферат, чтобы ваш автореферат соответствовал диссертации. Это очень сильно ускоряет процесс. Потому что просто дотелывать текст, ну, можно до конца жизни своей петь, доделывать и улучшать свою диссертацию. А вы напишите автореферат. Это, во-первых, короткий документ из двух частей. И первая часть – это введение к вашей диссертации, которое, если считаете введение, вы его перенесете. А вторая – это изложение, так сказать, вашей этой всей квинтэссенции. Тоже очень хорошо. И вот когда вы это сделали, автореферат, потом вы берете, как говорится, ножницы и клей, ну, фигурально выражаясь, и начинаете стричь свою диссертацию, это добавлять, это изменять, и тогда это получается быстрее и эффективнее. Почему? Потому что, значит, все такое развитие – это движение от целого к целому или от части к целому? От целого к целому. Вот. Вот у вас есть у каждого целая диссертация, и вы с помощью вот этого метода вы начинаете приводить в соответствие со своим авторефератом диссертацию. Никто вам потом не помешает потом привести, если вы в ходе работы на диссертацию еще что-то там доделаете, чего нет в автореферате, тогда немножко автореферат привести. И у вас уже как бы все есть, и будете чувствовать себя хорошо. Все есть, я готов хоть завтра на защиту. И дальше смотрите, как еще этот запрос ускорить, потому что чем скорее, тем лучше. Чем скорее, тем лучше. Придумать еще какую-нибудь гадость. Я защищал кандидатскую диссертацию за полгода, за окончание этой самой аспирантуры. И тоже спрашиваю, а сейчас можно мне, теперь я ничего не буду делать, раз я уже защитил аспирантуру, у меня еще есть аспирант, стипендию платят. А коллеги старшие говорят, не, идите, давайте оформляйтесь в ассистента и начинайте работать. Иначе что-нибудь придумают, и вообще вы останетесь не у дел. Никуда вас не возьмут, не будет ставок и так далее. То есть тут время существенное. Тем более никаких ограничений в этом плане нет. Ну что, на этом мы закончим, да? Спасибо. В следующий раз мы продолжим наши лекции. Дальше. 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 Антон. Дальше. Дальше. Продолжение следует...